Больше воды, чем суши. С воды на Бугор, с воды на Бугор, вот такая дорога. И проехать можно было только зимой. И дошло до того, что к нам уже ни автолавка не доходила, ничего. Я давай писать. Как раз выборы были президента, перед выборами я начал писать в администрации президента. Я написал, что это дорога никудышная. Если нам на гусеничной технике урну привезут для голосования, мы никто не пойдем голосовать. И наши дети не пойдут, и внуки у кого есть, то не пойдут голосовать. Потому что дороги у нас нет. Если нам легковой машиной привезут урну, мы тогда будем голосовать. Ну и тут ответ мне пришел. Пришел, что с администрации президента пришел ответ, что мы вашу жалобу отправили в Гомель-Облдорстрой. Но тут в течение недели с Гомель-Облдорстроя присылают бумагу мне, что в такое время будем начинать дорогу в связи с тем и с тем, что там не выходит у нас сейчас. И вы потерпите, а мы сделаем. И писем пять или шесть пришло с Облдорстроя. И в самом деле начали делать, сделали дорогу в Гравине. И сейчас у нас хорошо, можно в любом время года проехать. Когда-то, лет сто пятьдесят назад, там жил помешник какой-то там в Минске или возле Минска. Ну, короче, в Минске, я у себя в Минске была. И в Санкт-Петербурге они там играли в карты с панами. И выиграл он лес, большую площадь леса. Возьми, вот этот Крушник было владельное, и до Махновича тоже все владельное было у Махновского и у Савовецкого пана. Так это ж, ну, взять километров десять на десять, это законно было. Вот такая площадь для его леса была. Вот. Приехал сюда, на, вот, сроди леса, построил себе имение, построил дома для своих, обслуги своей. Прадед, прапрадед мой еще, да, прапрадед, Казинир приехал с ним. Управляющим был по хозяйству. Ну, теперь их бухгалтер называют, наверное. Нам, да, видно. Что-то вот-то. И это уже тут и пошло наше все родопоколение в несколько. Поделилось, вот взять эти, видите, это же тоже вообще от того рода идет. Было и кирпичный завод, я бы был тут. Вот здесь, а то был завод спиртопорошковый, древесный спирт делал, и какой-то для строительства порошок делал. Там смолокурный завод. Это тоже был. А это никто не помнит. Это еще в древние времена. Мы там поле дальше. Так там, видно, выплавляли железную руду. Это железо из руды плавили. Я нашел там еще каменный топорик. На том поле пахал и нашел каменный топорик. Так это поселение все было с каменного века. Вот. А это и здесь уже поселение другое совсем. Ну. И закупил четыре паровоза, где пол его было. И в лес весь, сделал узкоколейку до Раки, до Припяти, до Балажевич. И там вязали уже платы и отправляли на Украину, в Англию этот лес, если что. А с Англии он эти паровозы брал. Вагоновики тут пана разобрали его все и его, короче, убили. Лесников его тоже, как помощники пана, побили. А у одного лесника было 12 детей. И женка осталась с детьми. Потом пришли другим разом большевики. Забирали последнюю корову уже. То были оставили одну корову, то последнюю забирали. Она учапилась за повод не пускать корову. А эти Мелешкович там, то баба охрану все доказала. Каченя был, фамилия Каченя. И три раза выстрелил из пистолета, и убил эту бабу. И 12 детей, а куда они поделись, то никто мне это не рассказывал, они интересовались. Ну, а деда вызвали как будто бы в военкомат в 37-м году. И забрали там уже и без права переписки. Пришла бумага. Осужден на 10 лет без права переписки. Расстреляли. Ну, а дальше уже тут, после революции, уже начали. Плеспромхоз уже на панском этом. На дедовом хозяйстве сделали колхоз. Колхоз сделали на дедовом хозяйстве. И все позгоняли, уже коровы, все, быки, волы, кони, все позгоняли в место. И уже пьянствуют. Пропиваются это все. Пьянствуют, зерно, самогонку гонят. Веселые коммунисты. А это с вами это. Семен Журалский, улянина ты. Ну, тут это вот, улянина. Он был, это же, председателем он колхоза. Потом уже все, немало ничего. Они наробили ни сена, ничего. Все за зиму остальное. Все и луну, это хозяйство. Так они на Украину от голоду ховаться поперлись. Это уже промышленность тут была. Тут смолокурный завод этот был. Потом лесопильный завод был. Лесничество, леспромхоз. Леспромхоз было большое хозяйство. Около 150 коней содержалось. Валу пар 50 было. И вручную люди ходили, пилили лес. И этими валами, конами вывозили к узкоколейке. А этот паровоз уже в 1932 году построили узкоколейшную дорогу на Ельск. И уже на Ельск вагонами отправляли этот лес. Все вручную. То и людей тогда. Багато насъезжалось. Особенно после войны. Назъезжалось много людей. Бо ни где работ не было. Так все и ехали сюда. Уже не надо. Ручных пил сколько заменить одна бензопила. Потом коней сколько один трактор заменить. И все пошло. Раскидались тут все. Стали техникой заготавливать. И люди стали разъезжаться. В основном много сильно уехало сразу на Целину в 1965 году. Ну, в начале 60-х годов в деревне было 110-120 дворов. А в настоящее время 5-6, наверное, осталось. Да и то по одному человеку. Потом жил-жил один. Тут фермерское хозяйство с собой завел. Был фермером. Брал людей, нанимал, чтобы это помогали работать. И такая девчина попалась, что батьки, алкаши, пьяницы, безнадзорная. И приучил ее. И уже жили с ней. Потом дети пошли. И расписались. Вот сейчас хлопчику в 8-е годы у девочки, в 7-е годы у хлопчику. В 3-й класс девочка, в 2-й класс ходите. Летом ушла. Тут ей сумма, скучно. Нема горелки, нема кавалеров. Ушла к папе. Папа такой. Как чуть... Хочешь прижать, чтобы это... А он кинул пить, так уже стал такой, уже куды к черту. Как это... Хочешь приезжать, чтобы парадок там навела или что? А она собралась, и у нее нет ничего. Все, уцекла. Уже иди, перепрашивай ее, чтобы шла до детей, глядела. А батька забираем, все. А четыре коровы, я уже, ну, две телки стильные было, и две коровы было. Так я думал так на это уже лето. Будет четыре коровы, на это будет где-то 60 литров молока каждый день. Я мог бы машиной или мотоциклом возить, умахнуть и сдавать. Это за месяц выходило больше четырех миллионов. Ну, вот, не считая даже бензина. Вот, а где такую зарплату заработаешь? Не захотела, а тут ушла в то время, что сам осену заготавливали. А осену наполовину наготовил, а наполовину я не мог заготовить. Так вот, трое продам, а две осталось коровы. Так, быка большого продал, я где корову продал. Вот. Ну, двое свиней есть еще, овечер там пяцер. И куры из десяток. Да и сижу сам тут так пень.